Доброе утро! Потому что я бы очень хотела на него попасть. А, ну то есть, если повторится, ты пойдешь на концерт, а если нет? Ну, сейчас женский праздник, и этот концерт посвящен, в общем-то, женщинам. Я думаю, что там будут сюрпризы, и если мы куда-то не отправим и не пошлем, то будет, возможно, что-то другое интересное. Мне послать бой мужиков, в основном, а дарить женщинам. Вот, Александр, пойдем вместе? Пойдем, все, пойдем в надежде что-нибудь выиграть. А вы, Сергей, насколько я понимаю, руководите вообще этим процессом «Уральские пельмени» где-то аж там годы, это с 98-го. Это уже много лет. Где-то так, давненько это уже. И как бы и продолжаете генерировать, и все это фонтанирует. А вот не надоело, нет усталости. Правда, еще не остается? Ну, я скорее руковожу процессом, а фонтанирует и генерирует все ребята, каждый из нас, и актер, и автор, и режиссер. А в чем тогда заключаете ваше руководство? Ну, продюсер это все как-то соединяет, несоединимые вещи. Вот это непонятное всегда для всех слово «продюсер», чем занимается? Представляете, в одном месте нужно собрать актеров с выученным текстом, декорацией, костюмы, свет, звук, камеры, чтобы зрители пришли, чтобы все это состоялось, потом выдать телевизионную версию, и потом только выдохнуть. И это несколько раз в год нужно сделать. А это правда, что вы на три дня запираете огромное количество авторов на какой-то турбазе, заставляете их писать шутки, не выпускаете, не кормите, пока не родится очередная программа? Здесь все, конечно, прозаично, мы и сами запираемся. То есть мы такие же, как они, конечно, нам приезжают ребята, которые помогают писать шутки. Мы закрываемся не на три дня, а на семь дней, даже на восемь. Бог создал за семь дней, да? Мы за восемь дней делаем каждый концерт. За годы работы в юмористических жанрах вы уже наверняка хорошенечко чувствуете, какие шутки хорошо заходят девочкам, девушкам, женщинам, какие мужчинам, молодым, постарше. А вот есть ли какая-то особенность, например, шуток для москвичей? Нет, ну для москвичей наверняка есть. Ну про Москву, как бы, то, что происходит в Москве, то, что, возможно, связано с политикой. А Екатеринбург? Он вообще вся, вся остальная Россия, кроме Москвы, она воспринимает юмор полегче, ему близки жизненные темы, семейные темы. Поэтому их не интересует гламур. Поэтому, я извиняюсь, Comedy Club очень популярен в Москве и не очень популярен в России. Скажем так, чуть меньше популярен в России. У нас, наоборот, перекос. У нас москвичи нас любят, но в России нас, в остальные, гораздо больше любят. Поэтому, потому что, может, мы такие простые, доступные на простом и понятном языке говорим. Ну подождите, Екатеринбург же наверняка... Ну, Саш, прости. Екатеринбург же наверняка. С третьей столицы, а сейчас... Нет, я не про это. Но он же чувствует, что вы-то наши, вы-то родные. Они, наверное, смеются громче у нас здесь вообще. Здесь приходят куча знакомых, родственников, семьи приходят. Конечно, мы для них вот здесь, вот прямо как будто на кухне находимся. И они как бы, ну, реагируют очень свободно, легко. И мы как бы тоже впитываем эту домашнюю атмосферу, и происходит такой... То есть на Екатеринбурге вы шутки не обкатываете? Нет, обкатываем, обкатываем, но сразу делаем поправку, что в Москве будет потяжелее восприятие, чем здесь. Потому что здесь прям один человек там засмеялся, и все остальные подхватили, и как-то все... А засмеялся какой-нибудь там родственник или знакомый просто от какой-то ерунды даже, не от шутки, а просто что там... Что он своет. Кто-то, да, кто-то неловко там что-то сделал, или вышел вообще в том, что ему не идет там. Ну и разные вещи бывают. И, конечно, мы поправку на Москву делаем, потому что там нужны четкие, понятные шутки, как бы репризы, те, которые уже останутся в эфире. Зла, ты не задаешь важные вопросы, которые касаются мужчин-поклонников шоу «Уральские пельмени». Будет ли в будущем планируется прирастать барышнями коллектив, шоу? Вот в прошлом году вторая, да, насколько я понимаю, появилась. Будет ли третья кастинги труппа «Карды Багерин»? У нас трое. Сейчас Юлия Михалкова, Стефания Марьяна Гурская и Илана Юрьева. Но Илана Юрьева в этом году, возможно, нас покинет, она ждет пополнения. И, может быть, мы сделаем кастинг на третью актрису. Есть такие мысли. Подождите, у вас прям кастинг вы объявляете? Какие требования вы прописали? Подождите. Я потом расскажу. Ну ладно, хорошо, за кадром. Если серьезно, новое шоу стартует в Екатеринбурге уже сегодня вечером, 30 января. Расскажите о программе. Ну, сейчас я все расскажу. Ну, все не надо, у нас времени не хватит. Ну, концерт посвящен женщинам, поэтому все, что с ними связано вокруг и около, то есть все, там, возможно, конфликты, возможно, радости, которые происходят в семье с мужьями, с мужчинами. Все женские капризы, может быть, глупости, мы все их выносим, чтобы женщины и девушки, которые пришли на концерт, все это посмотрели, сделали для себя выводы, стали еще лучше. Поучительная программа какая-то, видимо. А любимые? Нет, ну и мужчинам тоже, чтобы мужчины посмотрели, а что же нужно женщинам от жизни? Что же у них такого не получается? Наконец-то, наконец-то дадут ответы на все вопросы. Ну, вот, собственно говоря, мы так и проанонсировали с помощью Сергея Нитиевского, руководителя шоу «Уральских пельменей», концерт, который состоится уже буквально сегодня вечером, 30 января. Спасибо большое, Сергей, за то, что заглянул к нам в гости. Спасибо огромное. Приходите еще. Прямо сейчас мы прервемся на короткий коммерческий перерыв, а после к нам в студию обещала заглянуть Анастасия Гаева и исполнить пару замечательных песен, представляя театр эстрады.